На телеканале Лоба Время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. 12 декабря день Конституции. В этот день в администрации района и в сельских поселениях состоялся прием граждан. Войсковой части 3219 почтили память погибших в Чечне исполнилась 20 лет со дня ввода войск. 12 декабря в день Конституции состоялся общероссийский прием граждан представителями власти. В администрации поселений, в администрацию района пришли десятки человек к первым лицам. Жители обсудили волнующие вопросы с главами, их заместителями и с представителями прокуратуры. Ирина Облицова приехала на прием главе района из Владимирского поселения. Женщину волнует безопасность детей. Она просит Александра Сачикова решить вопрос установки ограды вокруг игровой площадки. Глава сельского поселения подтвердила, что работы уже ведутся и завершатся к концу этого года. А безопасность детей всегда была и остается приоритетом. Александр Сачиков поинтересовался и другими вопросами сельской жизни. Что удалось сделать в этом году в плане благоустройства, отметил позитивные перемены, обсудив вопросы газификации Владимирской. Еще одна жительница того же поселения приехала решать вопрос на уровне районной власти. Клавдия Ковалева услышала положительный ответ, но уже по поводу ремонта дороги по улице Чапаева в станице Владимирской. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, подписан контракт на проведение ремонтных работ и улучшенная дорога улицы Чапаева станет подарком станичникам к Новому году. Работы будут выполнены до конца декабря. Следующая посетительница из Засовской. В станице всего один детский сад на 40 мест. Еще 25 детей ждут своей очереди. У нас такой вопрос, когда будет достроен дополнительный модуль детского сада в станице Засовской. Ответ на этот вопрос женщина получила от начальника управления по дошкольному образованию. В станице видят, что ведется строительство модульного группового помещения. Но вот когда же малыши пойдут в садик, именно это интересует родителей. До 31 декабря работы будут завершены. На сегодняшний момент, на данный момент, сегодня там делают освещение в этом модуле, канализацию, всю сантехнику привезли, плиточка закуплена, привезены малые архитектурные формы. Вчера предоставлен пакет документов по газификации. Полностью мы изготовили проектную свою документацию, защитили ее. Сегодня мы получаем лимиты в крае. Лимиты будут получены на следующей неделе ориентировочно к пятнице. Созвонились мы с краем газа. Сегодня монтируются котлы. Сегодня уже подъехал Горгаз. Присоединяет газо-распределительные сети. То есть, как раз мы на финише буквально. Торжественное открытие модульной группы детского сада в станице Засовской запланировано на первые рабочие дни нового 2015 года. Общероссийский прием, который проводится в День Конституции, имеет определенную особенность. Не то чтобы вопросы в этот праздничный день чем-то отличаются от повседневных. Просто ответственность иная. Хотелось сегодня наших земляков поздравить с Днем Конституции. Это большой государственный праздник. И в этот праздник мы как бы встречаем людей. Тех людей, у которых есть проблемы, есть дела. И вот сегодня, как говорится, вот такой праздничный день орех сказать кому-то нет. Вот. И поэтому стараемся достаточно непростые проблемы, скажем так. Вот на приеме были жительницы станицы Владимировской, станицы Засовской. Проблемы благоустройства, проблемы обустройства детских площадок, проблемы, значит, детского сада. Это все на сегодняшний день. Вот то, что мы проговорили, это все выполняется и будет к концу этого года сдано или в начале уже следующего года. То есть та ответственность, которая в этот день ложится на тех, кто ведет приемы, она достаточно высокая, потому что люди будут помнить, что мы приходили в День Конституции. Мы приходили со своими проблемами. Поэтому прием ведут все мои заместители. Вопросы, которые касаются непосредственно и которые решает глава района, значит, в первую очередь сюда направляются люди, которые приходят на прием. Поэтому сегодня работает очень большое количество работников администрации, которые по своим направлениям также ведут приемы. Поэтому сегодня существует добрая, хорошая обстановка взаимного понимания для того, чтобы решить насущные вопросы. Головы городского поселения 12 декабря тоже приемный день. К Алексею Матыченко идут с семьями. Ведь вопрос касается жилья и дальнейших перспектив развития инфраструктуры микрорайона Северный. Когда же там будут дороги, электричество и вода, эта семья уже успела построить дом на Рождественской. Все знают, что многие люди уже ждут дороги, ждут свет. Но о Азии уже говорить не приходится. Что конкретно хотелось бы услышать? Предпринимаются какие меры, чтобы решить этот вопрос? Потому что этот вопрос назрел уже. Вот и мы дом там построили. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что случилось так, как случилось, розданные участки без инфраструктуры и так далее. И естественно, что местный бюджет, он не сможет за счет своих средств, бюджет города, допустим, обеспечить этим всем. Поэтому здесь сегодня в стране применяются такие методы, как программы государственные, программы от жилища. Чтобы подойти вплотную к газификации микрорайона Северный. Плюс сразу, естественно, у нас там же вопрос и дачных, и кирпичного, и химик. Это одна и та же проблема. Сегодня окраин города. Поэтому этой проблемой тоже занялись. Но я думаю, что в следующем году мы ее с мертвой точки сорвем. У нас дальше уже просто некуда. И нельзя. Мы прекрасно это все понимаем. Также в этот день глава города давал ответы про щитки Константиновского канала, укреплению берегов, интересовались жители и вопросами жевания земельного участка под многоквартирным домом. 11 декабря в России отметили День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской республике. Личный состав войсковой части 32-19. 20 лет назад в числе первых эшелонов российских войск вошел в Грозный для восстановления конституционного порядка. Ровно 20 лет прошло с тех пор, когда российские солдаты вошли в Чеченскую республику, чтобы восстановить на территории конституционный порядок. Среди них были и военнослужащие войсковой части 32-19. Только в первую кампанию улаживать военный конфликт из Лобинска отправилось более 500 бойцов. Для многих эти дни стали непростыми, невыносимо тяжелыми. Алексей Николаевич Мишуров, ветеран войсковой части, был в числе первых участников Чеченской кампании. Выполняя свой воинский долг, наши военнослужащие, наши части были переброшены в город Грозный. 11 декабря мы зашли. Вместе с оппозицией было согласовано план действия освобождения Чеченской республики от боевиков. 31 декабря 1994 года начался штурм города Грозного. В этом штурме принимали участие внутренние войска и войска Министерства обороны. Бои были очень жестокие, боевики не хотели отдавать город Грозный. Но, выполняя свой воинский долг, проявляя мужество и героизм, наши военнослужащие, Министерство внутренних дел, предложили все усилия, чтобы выбить боевиков из города Грозного. Для тех, кто стал участником военного конфликта, эти 20 лет стали некой точкой отчета жизни до Чечни и после. Несмотря на то, что прошло уже много лет, Алексей Мишуров вспоминает те страшные события с дрожью в голосе. В боях он потерял многих сослуживцев. 95% личного состава нашего участвовало в этих чеченских событиях. Сначала Чечня, потом Дагестан. Так что пришлось, как говорится, повоевать. С нашей части, с начала боевых действий с 1994 по 2004 год, выполнили до конца и остались на вечной памяти, это более 70 человек наших военнослужащих. Это офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты. В музее войсковой части хранятся документы погибших солдат, их фотографии и награды. По официальным данным, 26 наших земляков-лобинцев погибли в Чеченской республике. 22 из них награждены орденом мужества посмертно. Двоим присвоено звание Герой России. Улица названа именем нашего военнослужащего Киселева. Он награжден посмертно орденом мужества. За боевые действия более тысячи военнослужащих наших награждены правительственными медалями, орденами, медалями. 102 человека получили орден мужества. Два военнослужащих, это уфимцев и кустов, стали дважды носителями этого почетного ордена. Остальные военнослужащие награждены медалями за боевые заслуги, медалями Суворова, Кутузова, за отвагу. Так что более 700 военнослужащих у нас носят правительственные награды. К 20-летней годовщине со дня начала вооруженного конфликта в Чеченской республике были выпущены юбилейные медали. Их вручат участникам Первой Чеченской войны, которая длилась с 1994 по 1996 годы. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лабам». Следующий сюжет на правах рекламы. Магазин «Техностиль» готовит ночь распродаж. Магазин «Техностиль» снова радует своих клиентов выгодными предложениями. В последний месяц уходящего года проходит сразу несколько акций, направленных на снижение цен на весь товар. Электроника, крупная и мелкая бытовая техника, компьютеры, аудио и видеотехника, фотоаппараты, а также посуда. Все это можно приобрести по сниженным ценам. 13 декабря «Техностиль» объявляет большую распродажу. Она начнется в 18 часов, а завершится в полночь. В субботу, 13 ноября, магазин «Техностиль», находящийся в городе Лобинске, будет проводить акцию «Ночная распродажа». Это будет последняя распродажа в этом году, и наших покупателей ожидает скидка до 50% на большинство товаров, на большинство групп товаров. Будем рады видеть всех наших покупателей в нашем магазине. У нас в магазине большой ассортимент холодильников. Имеется много разных моделей – «Самсунг», «Лжи», «Индезит», «Вистель», «Горение». Во время акции ночной распродажи будут скидки до 50% на холодильники и прочий бытовой товар. Ночь распродаж, которая ожидается в субботу – не единственная акция в «Техностиле». Всех посетителей магазина ждет настоящий предновогодний сюрприз. 5000 рублей будет начислено каждому держателю бонусных карт. До воскресенья каждому зашедшему покупателю мы дарим 5000 рублей на бонусную карту, и этими бонусами можно оплатить до 30% любой товар. Акции в магазине проводятся регулярно. Клиентам на выбор предоставляются различные предложения по выгодному приобретению того или иного товара. До конца года будет работать программа утилизации, когда взамен старой техники предлагается новая с 20% скидкой. Многие покупатели уже оценили предложенные акции и сделали свой выбор. Замечательный магазин, телевизоры все выбирают, просто подошли к центру, хороший тоже понравился, смотрим. Магазин хороший, всего достаточно, всегда найдешь то, что хочешь. Придешь и всегда выберешь. Магазин «Техностиль» всегда идет на встречу своим клиентам. Кроме большого ассортимента товара высокого качества и всевозможных акций перед новогодними праздниками изменится график работы торгового центра. Перед новогодними праздниками наш магазин будет работать до последнего клиента, допоздна, и будем рады всех видеть в нашем магазине. Наталья Лизвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Ну а сейчас мы узнаем о погоде на выходные. Я передаю слово Ирине Бирюковой. Ира, что говорят синоптики? Будет ли дождь? В предстоящие выходные готовимся к понижению температуры и осадкам. Подробнее расскажу после рекламы. Этот выпуск новостей подошел к концу. Партнер выпуска – компания «Окнопарк». Закажите окно и получите телефон в подарок. Всего доброго. До свидания. Получайте подарки к Новому году от компании «Окнопарк». При заказе металлопластиковых окон телефон в подарок. Звоните 8-918-354-58-48. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова